Самый большой полуостров России. Его нефтяные запасы оценивают приблизительно в 5 миллиардов тонн лучшего в мире сорта нефти Arctic Light. А еще никель, газ, золото, антрацит, кобальт и медь по мелочи. Новая нефтегазовая провинция, на которую Кремль возлагает огромные экономические надежды. Это Таймыр. Стоимость его природных запасов астрономические 2,5 триллионов долларов. Дубай отдыхает. Впрочем, как отдыхает и живет Дубай, знает весь мир. А как живут на Таймыре? Мы отправились в поселок Усть-Авам. Здесь обитают ангоносаны, коренные жители полуострова и самый древний северный народ Евразии. Спустя более чем 2000 лет теперь им грозит скорое исчезновение. Умирающие поселки, вымирающие коренные народы и люди, которые в новую нефть почему-то не верят. Основной парадокс этого полуострова-сокровища – его обитатели вынуждены выживать, сидя на триллионах долларов. Почему? А этот вопрос уже выходит за пределы Таймыра, потому что в любом уголке нашей страны его задавал себе каждый житель России. Так может, именно здесь и можно найти ответ? Из Москвы до Норильска лететь 4 часа, потом еще час по Белой дороге в Дудинку. До середины нулевых Дудинка была столицей 84-го региона – Таймырского, Долгана-Ненецкого автономного округа. В 2007-м этот субъект федерации включили в состав Красноярского края и сделали район. На этом преференции Дудинки закончились. Хотя все равно дальние районы Таймыра завязаны на нее. Где она, а где Красноярск, до которого отсюда 2000 километров. За окном почти минус 20, но главное – нет сильной пурги. Когда она поднимается в Дудинку, дороги нет. Ее закрывают, не успевают чистить. 15 апреля в Москве, в Казани и в Краснодаре плюс 13, плюс 15 градусов тепла. В Новосибирске и во Владивостоке плюс 10 градусов. А это Дудинка. Здесь минус 8, но ощущается, как все минус 20 из-за ветра. Дудинка находится за полярным кругом. Она расположена на 69-й параллели и от этого уже веет страшным холодом. Вокруг города Тундра, которая будто проникает даже в жилые районы. Здесь полярные дни и ночи, вечная мерзлота, а значит все здания на сваях. Ну и, конечно, разноцветные дома. Их раскрасили пару лет назад. Наш оператор Альберт назвал этот северный стиль Happy Colors. Правда, остались еще недокрашенные здания, и по ним можно понять, что совсем недавно город был похож на психушку из фильма ужасов. Зато люди здесь очень добродушные. С любого нету, я бы улыбнулся. Люди в Дудинке добродушные, в отличие от соседнего Норильска. На мой взгляд, там они более мрачные, очень многие хотят уехать из города. Еще бы, в Норильске вечные проблемы с экологией из-за Норникеля. Комбината, добывающего медно-никелевые руды. В Дудинке этого нет. Основное предприятие города – стратегический грузовой порт на берегу Енисея. Через него проходит северный морской путь. Здесь отгружают на корабли руду Норникеля, привезенную по железной дороге. Наблюдение за процессом погрузки – одна из немногих достопримечательностей Дудинки. В Дудинке очень слабый интернет и Wi-Fi в гостиницах, поэтому отсидеться в телефоне не получилось. Мы, например, открыли для себя местный краеведческий музей. Самые крутые экспонаты здесь – это костюм для Камлания, последнего шамана из Усть-Авама, и Мамонт Женя. Костюм снимать на видео и фото нельзя, за этим строго следят сотрудники музея. Шаман Демнеме Костеркин давно мертв, но, как здесь уверяют, может разгневаться и подогнать проблем с того света. Мамонта Женю снимать можно. Это второй известный науке экземпляр, который сохранился настолько хорошо. Первый березовский мамонт обнаружен 120 лет назад на Колыме. На таймыре древнего слона нашел мальчик Женя в 2012. Отсюда и имя. Отдельно рядом с тушкой мамонта зачем-то выставлены его анус и член. Глядя на них, мне почему-то становится жалко Женю. На обзор самых интересных мест Дудинки уходит полдня, но мы будем вынуждены задержаться здесь на трое суток. Из-за сильной пурги наш рейс в Усть-Авам откладывали ежедневно. Нам нужно идти в сторону аэропорта пешком сейчас. А еще непонятно, улетим мы или нет, потому что пурга. Видите? Ничего не видно. В такую погоду вертолеты не летают. Ледовая переправа через реку. А это аэропорт. Это аэропорт, режимный объект, контрольно-пропускной пункт, посадочная площадка Дудинка. А вертолет, вертолет, он садится вот там, за вот этим зданием, за контрольно-пропускным пунктом. Ну, как нам сказали, сейчас погода не летная, но это все понятно. До 12 часов ждем погоду. Короче, аэропорт Дудинки-Дудинки, не помню, как правильно, оборудован. На самом деле, по последним условиям, здесь даже, на самом деле, все предусмотрено на случай появления пассажиров инвалидов. Ну, то есть, людей с ограниченными возможностями. Вот, правда, я так понимаю, что их либо в Дудинки-Дудинки не осталось, либо они все уехали. Потому что пандус выглядит вот таким вот образом. То есть, я попробую подняться. Здесь, если подняться, можно самому стать инвалидом. Собственно, я как будто бы даже стал немножко здоровее, пройдя эту полосу чемпиаций. Нам повезло, пурга быстро улеглась. К 12 часам в зале ожидания уже стало тесно. В аэропорту, наконец, открыли регистрацию на наш рейс до поселков Усть-Авам и Волочанка. Из Дудинки вертолет летает в поселки туда и обратно по понедельникам и средам. Билеты нужно бронировать по телефону заранее в местной авиакомпании. Сайта нет. Перед бронированием билетов нас подробно расспрашивали, кто мы и зачем летим в Усть-Авам. Затем на том конце созванивались с поселковой администрацией, брали паузу, но все-таки внесли в некий список очередников на рейс. Правда, сразу предупредили, это еще ничего не значит. Если вдруг туда с Аказией полетит чиновник, бригада врачей или какие-то силовики, пассажиров в очереди подвинут. И узнаете вы об этом уже в аэропорту. Плюс частая пурга. Неудивительно, что люди иногда неделями не могут вылететь в или из поселков. 11 тысяч 913. По правилам с собой вертолет можно взять до 15 килограммов багажа и еще 5 килограммов ручной клади. На досмотре все как обычно, но к привычному списку запрещенных для провоза вещей добавляется водка. Ее запретили перевозить с недавних пор. Алкоголь – больная тема для северных поселков. И вскоре мы убедимся в этом сами. Ребенок чей? Идет, да. А, да, да. Идет. В наших сумках помимо аппаратуры и вещей – еда. Крупы, гречка, макароны, а также много хлеба, паштеты и фрукты, овощи. Это все еще пригодится. Нас заранее предупреждали, что в Усть-Аваме могут быть большие проблемы с едой. Особенно с хлебом, крупами, фруктами и овощами. Мы летим туда на вертолете Ми-8Т. По плану нам должно хватить на съемки 4 дня, но планы на Таймыре лучше не строить. Если с погодой не повезет, можем остаться на несколько недель. Едва мы набираем нужную высоту, дети как по команде засыпают. В вертолете очень шумно, но им это не помешает до конца полета. До Усть-Авама 330 километров непролазной тундры. Численность поселка чуть больше 300 человек. С июня по сентябрь туда можно добраться по реке и на вертолете. С декабря по май на вертолете и по зимнику – снежные автодороги, которые пробивают техникой каждый год. Лететь нам почти 2 часа, поэтому я пока коротко расскажу, кто такие Нганасаны. Нганасаны – малочисленный коренной народ Таймыра, самая древняя из северных племен Евразии. Это потомки первобытных кочевников, охотников на северного оленя. Сейчас Нганасан осталось около 700 человек. За последние 30 лет их число сократилось почти что вдвое. Встреча русских Нганасан произошла в 17 веке. В Краеведческом музее Таймыра она названа исторической. На деле это северное племя тогда обложили Данию. Схема работала так. Самых почитаемых Нганасан брали в заложники. За их жизни требовали выкуп – меховые шкурки. Советская власть приземлила кочевников. Севера Таймыра Нганасан переселили на юг, где для них построили поселки Усть-Авам и Волочанка на землях Далган – еще одного коренного народа. И сейчас эти поселки смешанные – половина Нганасаны, половина Далганы. Русских там немного. Заезжие участковые и пара учителей. А еще глава поселка – Сергей Михайлович Набережнев. Его называют мэр. Когда мы только планировали поездку, Набережнев долго нас отговаривал. Писал, что, мол, жить негде, условия адские, плюс коронавирус, но в итоге согласился поселить в кабинете участкового. Однако уже перед самым нашим вылетом на Таймыр заявил, что берет отпуск и уезжает из поселка. Ключи от кабинета участкового оставить отказался и снова посоветовал не приезжать. Якобы жители Усть-Авама терпеть не могут журналистов и готовят коллективное письмо к базе с просьбой отменить поездку. Как выяснилось, после прилета в поселок коллективное письмо было выдумкой. А вот отношения к журналистам – нет. Стоянка длится пять минут, потом вертолет улетает в Волочанку. Всех пассажиров разбирают по снегоходам родственники и соседи. Мы остаемся одни на вертолетной площадке. В Усть-Аваме минус 35 и очень бодрящий ветерок. Бредем в сторону космодрома. Так здесь называют новое большое здание с зеленой крышей. Это школа. Учителя – люди добрые. В школе нам помогли организовать ночлег, разрешили пользоваться туалетом, водопроводом, а еще душем по вечерам. И это очень круто. Потому что канализации в поселке нет, общественная баня сгорела. А от кучи слоев одежды, которую не снимаешь ни днем, ни ночью, из-за холода начинает чесаться тело. Мы поселились в Усть-Аваме в очень неплохом на самом деле месте. Это наши собаки. Вот у этой очень красивые голубые глаза. Это вход в старый детский сад. Это предбанник. Здесь вот солнце, тучки, деревца, коридор. Здесь дети. Это, кстати, инганасанская одежда парка. Добро пожаловать. Стихотворение детское. Это старый детский сад. Сейчас новый детский сад. Остроен он там же, где и школа. Он очень красивый. И это помещение сейчас используют как своеобразную гостиницу. Здесь учителя живут. Потом здесь жили строители, которые строили новую школу. Там кухня, а это наша дверь. Тут Никита лежит. Здесь мы вот, собственно говоря, спим. Но это еще не все ништячки. В школе нам также дали чайник и разрешили приходить на завтрак и обед в столовую. Житель любого города не поймет, почему я так подробно рассказываю о вроде бы простых вещах. Но здесь, в Усть-Аваме, такие подарки дорогого стоят. Например, местные пьют воду, которую набирают из реки Аван. После аварии на Норникеле в мае прошлого года вся вода в соседней реке Пясино была отравлена тоннами солярки. Река Аван соединяется с Пясино в 100 километрах отсюда. Но рисковать не стоит. Воду лучше прокипятить. Отгрузили немножко. Ну, кстати, вот, нам сказали в школе, что этот суп готовят из рыбных консервов. А вообще рыба раньше, рыбу добавляли ту, которую добывали местные. Но сейчас из-за аварии на Норникеле рыбы в реке нет. Поэтому они сюда вот эту консервированную кильку кладут. Но получается все равно очень вкусно. Усть-Авам – это четыре улицы. Набережная, центральная, ручейная и солнечная. Много пустых бутылок из-под водки. Если увидите коричневую горку, ее лучше обойти. Такие есть возле каждого дома. Это местная канализация. Нужду в поселке справляют в ведро. Ведро с помоями выплескивают у порога. Все быстро замерзает. Про запах ничего не скажу. За месяц до поездки в Усть-Авам я переболел ковидом в легкой форме. Но обоняние не вернулось. Как по мне, эта побочка оказалась очень полезной для такого путешествия. Дома в Усть-Аваме старые, с осыпавшейся штукатуркой. Возле каждого можно встретить собаку. Вообще они здесь очень умные. К прохожим в поселке псы не подходят. Но если встретить их на окраине, то могут напасть. В основном от собак страдают подвыпившие жители. Многие дома обиты жестью. Жесть вырезают из бочек с топливом от брендов крупных компаний. Поэтому некоторые напоминают плохой рекламный щит Роснефти и Лукойла. Стройматериалы в поселке на вес золота. А жесть проверена временем и испытано морозами. В поселке есть и парочка недавно построенных домов, обитых сайдингом. Жители остались довольны тем, как новый материал пережил эту зиму. Значит, вскоре отделка сайдингом заменит годами проверенную жесть. Со всех сторон Усть-Авам обступает тундра. За поселком виднеется кладбище. Те, что с крестами, могилы долган. Они стали христианами 200 лет назад и закапывают покойников в землю. Наганасаны – язычники. Испокон веков хоронили своих людей иначе. Вывозили на санях в тундру и оставляли там. Наганасаны верят выдолов, которых здесь еще называют шайтанами. Или по-местному – койка. А что у меня, не красиво, что ли? А они стоят. Наталью Турдагину в Усть-Аваме называют «горностайка», потому что очень шустрая. Особенно, если поселковый магазин закрыт, а водку достать нужно. Сегодня у нее в гостях бабушка Марина или Нумарё, если по-маганасански. Но в поселке ей дали прозвище «пингвинка», потому что из-за болезни ног она ходит, покачиваясь, как пингвин. Наталья и Марина – одни из немногих, кто знает нганасанский язык и обычаи. У «горностайки» шестеро детей и уже есть внуки. Вместе они выступают на фестивалях в Дудинке. Вот это вот песня они, по-маганасански, стихотворение рассказывают. «Ам ты сону сыройка», видите, это как я, это чайка делает. А что за стихотворение они рассказывают? «Ам ты сону сыройка, нам намо дезыка». А моя внюшка «колызын-то камазюту, нато нану таруруту». Значит, он делится с рыбой, ну, чайка хочет кушать. Вот рыбу вот эту мы рисовали. Каждый раз, когда Наталья приезжает на очередной фестиваль в Дудинку, она идет в музей, чтобы поговорить со своим семейным идолом и покормить его. «И там мы его кормим. С собой я вожу всегда дир, ну, олени, вот когда я себе. Летом повечу, рыбий сыр увожу. Вот кормлю его». «А как вы его кормите?» «А я кормлю его, вот ротик я ему открываю, ну, она деревяшка. Ага. Вот, и вот там кормлю, и огонь делаю. Ну, по-нашему огонь. Ага. И с собой специально таскаю собачий шерф, ну, вот это, чтобы огонь горел». В Усть-Аваме в каждой семье есть свой идол, вернее, были. Раньше шайтаны стояли на санках позади домов. Сейчас идолов в поселке осталось мало. С ними нужно уметь правильно обращаться. А молодые этот навык не переняли, стариков осталось мало. Если во время кормежки идола огонь горит ярко и ровно, все в порядке. Если тухнет, койка обиделся. Или обиделась. Шайтаны бывают как мужскими, так и женскими. Когда ребенок рождался и взрослел, старики делали ему идола. Учитывался характер и физические данные. Крепок ли, ловок ли, настойчив или проворен. Это могла быть фигурка медведя, росомахи, гагары или просто кукла разных форм и пропорций – из дерева или из железа. Когда кто-то из Ингонасан умирал, идола клали в сани вместе с хозяином. У моего отца тоже было койка. У него была квадратная, железная какая-то. Вот мы туда, он ее специально туда наверх вешал. И туда копеечку кидает, то это кормит его. Ну, жиром мочит его. Койка Натальи женская. Про нее даже издана книга в Штатах. В 80-х годах идола подарили московскому музею. В 2000-х эту койку кто-то из музея продал некоему Джону – американцу из Санта-Барбары. Однако, по словам Натальи, на родине Джона случилось то ли землетрясение, то ли наводнение. И уже вскоре он поспешил вернуть подарок владельцу. Наталья говорит, что идола нельзя продавать, иначе он разгневается и ничем хорошим это не закончится. В Устяваме нам рассказывали, что раньше некоторые жители поселка продавали своих койка за бутылку водки. Так вот, все они очень быстро умерли. Когда американец вернул идола, Наталья подарила того местному музею в Дудинке. Я говорю, сколько разговариваем, что думаете, просто так кормлю, да. Я всегда говорю, няга, 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 пускай няга, это дяре, ну, чтобы не болели, чтобы все дома было тепло, хорошо. А вы злились когда-нибудь на идола, что он вам не помог? Ой, я только плакала, это один раз, вот когда дочь потеряла. Конечно, я сказала, почему мне не помог, почему ты мою дочку отпустила? Ну, не выручил тебя. Есть такая шутка у местных. Вертолет — это бог еды и плодородия у народов Крайнего Севера. Так вот, Усть-Авам начинается вот там, за моей спиной. Туда прилетает бог, там вертолетная площадка. Вообще, работать в Усть-Аваме, если ты журналист, очень непросто. Поселок встречает ледяным молчанием, жители обижены. Все дело в публикации новой газеты, которая недавно вышла. Люди страшно на нее обиделись. Журналисты приехали сюда, якобы разбираться с последствиями катастрофы на Норникеле, когда в воду попали несколько десятков тысяч литров дизельного топлива. Сделали по итогу материал, который, кажется, обидел вообще всех в этом поселке. Все о нем знают. Сейчас, Усть-Аваме, есть чат WhatsApp. В нем состоят, как мы понимаем, все местные жители. И каждый сюда прилетающий новый гость, новый журналист, сразу попадает в обсуждение в этом чате. Мы одни из героев этого чата теперь. И общаться с нами практически никто не хочет. Здесь же, Усть-Аваме, как? Есть две группы. Одни люди очень сильно пьют, другие люди не пьют вообще. Самые словоохотливые — это пьющие. потому что они надеются, что им дадут в долг, ну, либо помогут купить водку. Мы очень быстро находим веселую компанию. Вернее, она находит нас. Тетя Роза получила пенсию. Это значит, у тети Розы дома праздник. Пока не закроем. Баня, а что, все убегаете? Да, надо идти. Что за Роза? Нормально, встретим мужиков. Что, плохо там будет? Что за Роза? Что за Роза? Ты моя пью, убегай, да? Все убегай, да? Из дома тети Розы все отправляются к Ване Турдагину. Вход в его дом похож на вход в кроличью нору, куда и проваливается вся компания. Ване Турдагину 19, но у него уже есть собственный снегоход и отдельная, как ее здесь называют, квартира. Все дома в Усть-Аваме поделены на четыре такие квартиры. По факту, это комната в 13 квадратных метров и кухня с печкой. На одну семью — одна квартира. У Турдагина семья есть, жена и ребенок. Они сейчас в отъезде, а Ваня пьет уже четвертый день. Слушай, а почему водку запивают водой здесь у вас? Я смотрю, просто вы пьете, когда водку водой запивают. Мы с папой пили. Мне папа скажет, папа, я говорю, никогда я в жизни не сломаюсь. Даже президент придет сюда и скажет, я тебя сейчас убью нахуй. Пошел нахуй, скажем. Никогда не сломаюсь. А водка тебя не сломает? Нет. Я же не часто прям пью же. А, ты не часто пьешь? Попил там, допустим, 4-5 дней хотя бы. Попил хотя бы. А потом перерыв какой-нибудь? Конечно. Не знаю, пока ситуация случится крайне. Здравствуйте. О, здравствуйте. Причины нынешнего запоя кто-то из знакомых позвал выпить. В Устяваме пить одному грех. Согласиться составить компанию, значит, помочь человеку. Вот ты со мной будешь пить, пить, пить. Это год пройдет, два года пройдет, три. У тебя не будет ни работы, ни жены, ни друзей, кроме того. А что ты сделаешь? Скажешь, типа, да выпей, ебать. Ну, зависимость появится. И тебе предложат, допустим, дай мне, допустим, я тебе сейчас дам ящикотки, а ты мне своего брата дашь. И ты такой скажешь, забирай, нахуй, дай мне ящикотки. Потому что выпить, ну, зависимость. Почему выпить-то такое? Почему зависимость здесь так легко развивается? Люди ломаются. Где что-то? Люди ломаются, потому что у нас в поселке сложно заработать деньги. Себе, допустим, покушать. Ну, и что? И вот люди теперь ломаются, и начинают пить. А когда человек пьет, он духовно, ломается, физически ломается, слабо становится, без денег бы не хватит. По словам Вани, в их сегодняшней компании из пяти человек сломались трое. Афоня, дядя Ваня Кинг-Конг и тетя Роза. Афоня просто пьет. У дяди Вани не так давно убили сына в дудинке. У тети Розы четыре года назад повесилась дочь Марьяна. Тетя Роза обвиняет в этом местного мэра. Якобы администрация Усть-Авама хотела отдать органам опеки ребенка Марьяны, поэтому та и наложила на себя руки. Но хотя мэра в поселке терпеть не могут, односельчане тети Розы считают, что он тут ни при чем. В 11 вечера в Усть-Аваме еще светло. Таймыр готовится к скорому наступлению полярного дня. Он начнется в середине мая и продлится 70 суток, до конца июля. В течение этого времени солнце ни разу не опустится ниже линии горизонта. А мы готовимся ко сну. Но тут выясняется, что в нашей комнате температура не поднимается выше 5 градусов. Батареи греют, но плохо спасают, потому что стекла в окнах потрескавшиеся, а за окном почти минус 40. Никите заранее поручили купить спальники. Правда, по приезду оказалось, что они очень тонкие и почему-то рассчитаны только на плюс 15. Блин, Никит, ну реально, ты посмотри. Ты знаешь, какого? Они теплые были. Но они такого как-то. Здесь были теплые спальники. Теплые спальники. А они все большие. Да при чем здесь большие? Они небольшие, судя по размерам. Блин. Что-нибудь хорошо, хотя бы в 5 раз толще. Вот этой вот, вот этой шняги. Ты посмотри сюда. Ты посмотри, я Альберта вижу на просвет. Ты понимаешь? Я его вижу. Смотри, вон он, вон он, Альберт. Видишь, он стоит. Красивый. Я тебя вижу на просвет. Здесь все видно на просвет. Но ты не спи голым. Да я не буду спать голым. Не дай бог еще голым здесь спать. Рядом с вами. Прям реально. Это как-то все похоже на что-то такое, как будто на что-то натягиваешь. На самом деле, ребенка. По тебе не скажешь. У нас завтра еще длинный день. Мы же с дочерью Шамана встретимся. Она сегодня пыталась на Альберта наслать порчу. Поэтому не факт, что мы завтра все проснемся. Господи, это Альберт может не проснуться, реально. Запомним его таким. В общем, да. Вот сейчас, скажи, теплее же стало. Нет, не теплее. Мне не тепло. Мне вообще не тепло в этом носке. Это полезно. Этот сон не стал самым лучшим в нашей жизни. Поэтому с утра первым делом мы выпросили в школе обогреватель. Воющая собака верит в устьявами к смерти. И это здесь не единственное суеверие. Накануне вечером произошла не очень приятная история. Наш оператор Альберт снимал поселок. И в этот момент его пригласили в какой-то дом. Он заходит в этот дом. И там была небольшая компания. В числе которого был один из наших героев, Ваня Турдагин. И хозяйка дома, она назвалась дочкой шамана. И Альберт сказал, знаете ли вы какие-то обряды шаманские? Она ответила, что нет. Бабушка Анастасия, я не знаю. Альберт спросил, а можете ли вы там лечить или распознавать болезни? Она сказала, да, могу. Давай. Посадила его на стул. И значит, около лба стала проводить рукой. В этот момент один из наших героев, этот Ваня Турдагин, на нее накинулся. Начал кричать. Ты зачем наводишь на него порчу? Стал ее материть, толкать. И после этого Альберт выбежал из дома, скажем так. Никита вспомнил, что она, пожалуй, Никите, незадолго до этого, тоже встретил его на улице, руку обеими руками. А как говорят здесь в поселке, таким образом обычно, это один из вариантов того, как насылают порчу. И оказалось, что Никита каким-то образом знает, как снимать порчу. Сейчас мы пойдем к бабушке Настасе для того, чтобы вот ее снимать. Никита, как ее снимать? Не, на самом деле оказалось, что жизнь меня, видимо, к этому готовила. Потому что, да, действительно, мне рассказывали о том, что порчу можно снять тем же путем, что ее тебе передали. Это только, как обычно считается, надо уничтожить что-то. Нет, наоборот, тебе что дали? Порчу тебе дали. Ты ее должен передать человеку. Причем передать за благодарностью. Спасибо, что ты мне это дал. Возвращаю тебе то, что ты мне передавал. Когда мы в поселке вообще упоминаем об этом случае, что вот там ха-ха-хи-хи, но тут вроде как попытались на нас наслать порчу. Все это воспринимают с улыбкой и с мешками. Это неприятно. Лично я в это не верю, но это действительно неприятно. А вот как Ваня Турдагин уже описал историю с бабушкой Настасей и ее попыткой наслать порчу на Альберта. Короче, он там что-то спросил у нее, она говорит, что ты сказал? И он такой, что-то еще там объяснил, что-то. Я взял эту мёркную мёртву. Я тебя Настю оттолкнул нахуй. Что делаешь, говорю, блядь. Че, бля, охуя, что-то, короче, что ты такой, блядь. Сейчас, типа, порчу на него на виду, ебанутая, что ли, блядь. Бай, пиздец, вообще, здесь люди вообще опасные оказываются. Пусть тебя, пить даже страшно, наверное. Взяла, блядь, взяла, блядь, человека, на человека, точнее. Наехала, короче. А ему поебать сидит похую вообще. Он же не знает. Он же не знает, конечно, он же не знает. Ты здесь живешь, а он-то не знает. Смотри это, слышишь? Что ему надо делать? Вот как-то скажи, какой совет? На вертолете полетишь, на вертолете. С вертолетом, не знаю, вертолет сломается или что, упадешь, и пиздец тебе. Я не буду один вертолет. Они тоже умрут, получается. Только они, ваши сельчане, тоже там будут. Кто? Односельчане твои. Ну, те, кто живут в селе, тоже будут. Пускай тоже умирают. Главное, главное, мы верные, они летят. И похуй. Как порчу снять. Порчу снять. Интересно, есть ли она порчу на славу? То есть, может, ты что-то посоветуешь? Посоветуем. Да. Приди, выпить. Она похмелится и скажет, такая, а есть, сыночка, сыночка, иди сюда, дай обниму тебя. Вот так вот сделают. Как обычно у них бывают, у старух. После прогнозов о возможном крушении нашего вертолета, мои коллеги решают сразу же идти к бабушке Настасье снимать порчу. Но только без водки и долгих посиделок. Здравствуйте. Здравствуйте. А у вас же баба Настя, да? Бабушка. А как вас судьба приглачет? Настасья, мама у нас. Что хотите? Я вас просто помирить, целок пожать. Можно? Если мне что-то дали, я вам все полностью возвращаю. Ладно? Пива. Ладно? Спасибо. Алло, вы такой себе хороший. Ладно. Извините меня. А вы-то мне... Я возвращаю все, что вы мне дали. Алло. Спасибо. Добрый вечер. Не ругайтесь на меня, пожалуйста. Бабушка Настасья в итоге оказалась очень приятной и милой женщиной. Как нас позже уверяли в поселке, здесь давно утрачены обряды и практики шаманизма. Хотя несколько сотен лет Усть-Авам считался родиной самых сильных шаманов на Таймыре. Дом Евдокии Порбиной находится на краю Усть-Авама. Она дочь последнего в этих краях сильного шамана, Демнеме Костеркина. Говорят, он принял свой дар от отца, вылечил многих людей от болезней и якобы даже воскресил утонувшего подростка. При Советском Союзе Демнеме успел посидеть в лагере под Игаркой. Коммунисты одинаково рьяно боролись с любыми культами. А вы когда-нибудь просили вашего папу помочь чем-нибудь? Какой-нибудь обряд провести, чтобы вам помочь? Да. Какой? Ну, что все хорошее было у меня в теме. В Демнеме, чтобы в Советском Союзе все было хорошо. Вы просили папу провести обряд, чтобы в Советском Союзе все было хорошо? Да. Но Советский Союз развалился. Папа не стал проводить обряд? Не стал, конечно. Развалился уже давно. Евдокии уже 83 года. Она часто болеет, почти не ходит и совсем ничего не видит. Ее отец Демнеме Костеркин умер в 1980-м. Перед этим он подарил свой костюм для камлания и бубен Таймырскому музею и сказал, что время шаманов прошло. Но шаманский род не должен прерываться. После смерти Демнеме дар собирался перенять его внук, Игорь Костеркин. Игоря готовили. Демнеме забрал его из третьего класса школы, воспитывал. Но Игорь не стал шаманом. Игорь Демнемеевич Костеркин. Да, да, да. Он должен был стать шаманом? Да. А почему не стал? Почему не стал? Ему не передали? Почему? Так-то ему передали, но он так пошел в тундру, когда было жарко у нас. Это было где-то 92-й или 98-й год. Бедный пошел, на рыбалку пошел. Один, кстати, он ушел. Как жара пошла, и все, и все, и началось. Время шаманов прошло. Внук Демнеме Олег просит у нас после интервью 600 рублей. Когда он выпьет, то иногда колотит свою мать, Евдокию. Водка в Усть-Аваме – самый ходовой товар. Ее завозят вместе с углем на отдельной барже. Зимой предприниматели везут продукты на машинах по зимнику. И это очень непросто, иногда смертельно опасно. Грузовые машины идут сутками, пробивая зимник, преодолевая более 300 километров. Переворачиваются, застревают в снегу, проваливаются под лед. Когда Таймырский район был отдельным субъектом России, магазины в поселках были муниципальными, и доставку продуктов туда контролировали таймырские чиновники. После того, как регион вошел в состав Красноярского края, все отдали на откуп предпринимателю. Государство перестало помогать жителям отдаленных поселков. И вот когда смотрю, я по телевизору Сечин приехал, Путин руку пожал, Арктику развиваем, на Таймыре там открыли скважину, там добыли мы, там узнали, там такая хорошая жирная нефть, а мы, что с этого? Мы ничего, мы ничего не имеем. Такое бурное развитие, такие зимники красивые, хорошие, здесь у нас же на Таймыре, а мы туда не можем везти муку. На Донбасс мы гоним эти караваны, догнали Камазов, гуманитарную помощь, а в Усть-Вайме голодные люди сидят. Ну как-то какие-то нестыковки, да? Там в Сирии мы помогаем, сейчас даже прививка от коронавируса. А на Хантайском мы еще не прививались, потому что, ну там, еще не могли отправить, еще прививка, вакцина эта не пришла, еще и там, еще и еще, еще куча проблем за этим. Зато теперь очень часто бывает так, что в тех же Усть-Ваме и Волочанке месяцами нет яиц, муки, соли, круп, макароны, хлеба, фрукты и овощи вообще редкость. Но водка не заканчивается никогда. Коммерсанты знают, что ее купят обязательно, поэтому везут алкоголь в поселке в ущерб продуктам первой необходимости. Год назад глава Таймырского района Евгений Вершинин просил губернатора Красноярского края Александра Уса ввести полный запрет на продажу алкоголя в северных поселках. Но там пока ничего не решили. Цена бутылки в Усть-Ваме сейчас 600 рублей. Продают водку в магазине, которая работает 5 часов в день. Многие жители поселка – должники. Долг за продукты и водку записывается в тетрадку. Старики возвращают пенсиями, которые заканчиваются менее чем за неделю. Ночью в Усть-Ваме торгуют спиртным в частных магазинчиках с рук. Ночью водка дороже. Бутылка – 1000 рублей. Я говорю, поживите здесь 5 лет. Вы вообще, блин, прям все поймете. Как здесь люди… А что мы поймем за 5 лет, скажи? Что люди… Что люди, помните, я говорю, ну типа из-за бутылки водки ему трудного брата продать. Да. Вот это вот вы поймете. В Таймырском музее есть стенд, изображающий торговлю русских купцов жителями тундры. На Хаттангском тракте, или как его еще называли, Большой русской дороге, купцы выставляли товар на так называемых станках. На музейном стенде это оружие, сукно, табак, бусы, хозяйственная утварь. Но почему-то здесь нет водки. Хотя именно с водки все купцы начинали торговлю с аборигенами. Спиртное продавали втридорого, как, впрочем, и другие ненужные товары. Обменивали на мясо, рыбу, шкуры. И очень скоро все местные охотники и рыболовы становились должниками торговцев. Но откуда у северных народов сильная зависимость от алкоголя? Считается, что виной этому отсутствие особого фермента в печени, ответственного за расщепление этилового спирта. То есть, грубо говоря, для нганасан, долган, чукчи или якутов выпить водку все равно, что пустить ее по вене. Эффект моментальный, и зависимость может появиться после первого же употребления алкоголя. Для них это как героин. Ну а если ребенок видел, например, с малых лет, да, он ничего не видел хорошего, ну и как такое, я тоже, да, там, на моих глазах росли дети, да, например, рождались, там они становились подростками. И вот в такой же они, я знаю, в каких условиях они жили, как мы их вытаскивали, как мы их отправили, там, в больницу подтирали, мам там наказывали, пап там, чувства приводили. И потом этот ребенок становится только такой же, у меня было просто такой, думаю, ну как так, ну вот как так, ну почему вот он так, ну вот он же видел это все, что это было плохо, он там страдал, не доедал, там холодно ему было, потому что там они, ну вот он же должен там по-другому, да, я буду лучше, чем там они. Родители. Да. А он становился таким же. Ну вот этот образ жизни, да, он перенимал их, он считал это нормой, да, для него это не было шоком. И как-то все это переходило потом вот на него, и вот это вот какой-то вялотекущий процесс, он там продолжался и продолжается. В 2014-м ученые Сибирского отделения Института цитологии и генетики РАН выяснили, что причина такой зависимости от алкоголя – это особое питание северных народов. В тундре люди веками ели пищу, богатую белком и жиром. Это помогает им легче переносить сильные морозы, быстрее заживают раны, кровь у них более жидкая, меньше тромбов, сгустков, а соответственно инфарктов. А еще жители тундры меньше болеют раком. Однако они не употребляли углеводы, именно это, по мнению ученых, стало причиной того, что в организме народов Крайнего Севера нет ферментов, расщепляющих алкоголь. Зато есть зависимость, и она сильно влияет на смертность среди коренных народов. Ну вот сейчас меня в Тумбу убили. Забили его до снижения дома. Вот его туалик завали, а кличка была «Тумба». А за что его забили? Вообще не знаю. Пьяни, как обычно, по пьяни. А его похоронили, да? Там не знаю, там слово за слово. Вот и бам! Резко вот так вот, бжж! И начинают добивать его так в землю, вот в лоб его. Он лежит вот так без сознания, и бьет, и подходит, и вот так, двигает его, и лицо лежит, и вот просто в лицо прям бам-бам-бам, и он умирает. По пьяни? Да. Как умирают в Усть-Аваме. Ежегодно в поселке хоронят семь человек. Одна смерть по болезни или из-за старости. Еще трое замерзают или гибнут по пьяни. Оставшиеся трое кончают жизнь самоубийством. Руки не пишут. Это год назад. Без причины я еще оставил. Это ничего не пишут. Хоть записки написали, а отчего ушел-то. Записки написали. Не пишут записки? Нет, я уже хоронил ребят, никаких записей нет. А сколько вы хоронили ребят? Я не буду считать. Нельзя. Три суицида на чуть более чем 300 жителей Усть-Авама – это 1% от всех живущих в поселке. Чтобы вы понимали, насколько это гигантская цифра, приведу пример. По данным Всемирной организации здравоохранения и Центра по контролю и профилактике заболеваний США, в 2017-м Россия заняла 8-е место среди стран с наибольшим количеством самоубийств. За год их у нас было совершено 35 тысяч, или 25 случаев на 100 тысяч человек. На первом месте Гренландия. В России 140 миллионов человек и 35 тысяч суицидов – это 0,02% от общего числа жителей страны. В Усть-Аваме таких – 1%. Это как если бы в нашей стране кончали жизнь самоубийством полтора миллиона россиян в год. Никакой демографический взрыв не спасет. В Усть-Аваме тоже не спасает. Поселок сокращается, хотя семьи здесь многодетные. Моя старшая сестра тоже повесилась из-за матери. Егор Руслан утонул на озере, тоже из-за матери. Я не знаю, что из-за матери. Сын мой... Мой брат... В смысле из-за матери? Специально лег по трактору, тоже из-за матери. Маму из наших постоянно пили. Мой сын ушел. А почему он ушел? У тебя там дети есть даже? Да. Скажи, вот, ну, ребенок, не будет приятно, когда, допустим, он домой идет со школы? Как ты пьешься с мамой? Дерешься там, там, ругаешься, денег нету, накушаешь даже, ничего. И что, сын, чем он растет, он понимает, за него никто не заступается, ему деньги никто не дает, хотя бы обязан. Почему он обязан? Потому что нас родили, нахуй. А зачем нахуй родили? Потому что трахаться хотел, наверное. Вот так вот, они берут, набухиваются жестко, набухиваются, вот так вот, водкой. Идет домой, просто обещается. Ахуле, что я ему еще? А что я делаю? Бог подарил такую жизнь. Да пошел ты нахуй. Подробности суицидов вызывают недоумение. Девушка пришла домой, растопила печку, приготовила поесть, повесилась. Мужчина проснулся утром, позавтракал с семьей, покопался в сарае, пообедал, повесился. Сын пришел домой, ушел в сарай готовиться к поездке в тундру, повесился. Высокое число самоубийств характерно не только для Усть-Авама, но и для других поселков Таймыра. Всегда был в центре, ну не в центре, он здесь вот у очага место хозяйки, потому что она всегда занимается приготовлением пищи, раздачей пищи. Анна Туманова, наполовину долганка, наполовину немка, ее предки из ссыльных поволжских немцев, родилась в отдаленном поселке Хантайское озеро. Его же она и возглавляла 16 лет. По словам Анны, самое страшное – осознавать, что скоро ее родного поселка не станет. Он тоже исчезнет. Год назад Туманова уволилась и уехала из Хантайского озера, потому что хочет нормального будущего для своих детей. Ну и еще устала. За время управления поселком ей приходилось быть и участковым, и соцработником, и психологом, и агентом ритуальных услуг, и вытаскивать людей из петли. Приходим, мальчик молодой, 21 год по-моему, 21 или 23, вот что-то не помню такое. Находим, дома тепло, а дома уже прохладно было, он уже два дня назад пропал. Идеальная чистота, ходит, котик мяукает, сидит он на коленках просто, ну так как-то, а я еще пробежала, а потом раз смотрю, и он сидит, повесился. Проходит день, воскресенье. А, был понедельник, я веду своего ребенка в садик, старшую дочь, и мне быстрее, срочно, ну крик прям в телефоне. Я бегу, время там 8 утра. Парень повесился, ну тоже такой же. Другой парень. Другой парень, 21 год, по-моему, в коридоре. Высокий парень, здоровый, в плечах такой. Коридор, прямо, а коридор, наверное, был высотой, как вот он, ростом. Просто там наклонился, все висит. На таком, то не шнурок, по-моему, или был. Вот мы его снимали. Проходит еще там, я помню, там что-то неделя, девчонка с этой же компанией, девчонка вешается, мама ее звонит мне, кричит там, или ты сюда приходи, еще я бегу. Девочка висит там в дровиннике, в углении, в углярнике. И вот мы их прям всех троих хоронили. А что родители говорят, или друзья что говорят? Что случилось-то? Ну вот один, да. Парень, парень, девушка. Что они говорят? Ну что они? Это что? Вот мы с ним разговаривали, он пошел, и все. Вот эта девочка там пошла, зашла все, домой, до завтра. Все, нет. Как мой старик говорит. Жизнь не ценна. Ее можно покинуть. Главное, как покинуть. То есть к жизни мы не привязываемся. У нас есть духи, которые оберегают. Вот человек, когда он уже достиг пика, безысходности, та же девчонка молодая, у нее дети есть, она от безысходности покидает вот эту жизнь. И поэтому самоубийство у нас – это как исцеление тела от духа и вся. Это у нас беда уже разрывается в социальном плане. Когда не устроено, когда быть не тот, когда дети покинут, когда сама не можешь устроиться, и где-то еще и преследуют, а еще уголовные дела, не дай бог, а еще платить за все надо, а жить не на что. Когда 100 миллионов не видно, даже с ним 2-3 умрет. А когда их 700 человек, вот в Наганасане, и умер 2-3, это уже для них ощутимо. Это просто реально ощутимо. А если он еще глава семьи? Свою следом ушел. Наложил руки. Беда вообще жесткая. Точнее того, что он захотел ей, поверился. Проблемы так накопили, что он сам не может решить. Наганасаны никогда не говорят «умер», говорят «ушел». Душа после смерти идет к месту, где живут мертвые. Но сразу новичка не принимают. Три года он живет отдельно, на другой стороне кровавой реки. Спустя три года умывается в ней и переходит к мертвецам, переплывает на лодке. Там все живут как обычно, разводят огонь в чумах, женятся, шьют одежду, охотятся, но больше не стареют. Ну, земли не копали же. Как копать-то? Вон там санки положены. И что мы построим? Это как моталер? Да, моталер. Чум. Сверху покойник. Чум. А куда потом эти санки с покойником, куда вы возили? Тундру сейчас, тундру возишь. Просто в тундру и там оставляешься. Конечно. После возвращения с похорон, односельчане три раза переходят через огонь, в который добавляется мех собаки, и заходят в дом. Огонь, чтобы человеку среди мертвых было тепло. С этих пор, по обычаям, покойника категорически нельзя навещать на кладбище, а также вспоминать про него, чтобы не потревожить. Однако на деле тревожить мертвых приходится еще очень долго. Наталья Турдагина пытается получить свидетельство о смерти своего мужа через суд, чтобы оформить пенсию по потере кормильца. Хотя прошел уже год. Все это время ее супруг, ботяжка, для чиновников остается живым. Ушел человек. Я вот, я говорю, хорошо, вот врачиха моя, Ира, рядом живет. Я говорю, по-моему, мой старик ушел. Ну, рукой мне обнял. Руга у нее совсем твердая была. Я говорю, вас встанай. А он говорит, это вообще не дышит. Наталья похоронила мужа сразу, но чтобы получить свидетельство о смерти, ей нужно было сначала дождаться патологоанатома с его экспертизой, что смерть не криминальная. Только вот судмедэксперт может задержаться. Иногда на неделю, иногда на две, а иногда на месяц. Вертолет отменили из-за погоды. В Дудинке появились дела. Уехал в Норильск. В ожидании патологоанатома трупы родных люди хранят в сараях или в комнатах. Когда в поселке Хантайское озеро один за одним покончили жизнь самоубийством трое молодых людей, судмедэксперты и следователи ждали почти месяц. За это время тела обгрызли мыши и лемминги. Мы нигде их сохранить не можем. Один парень вообще лежал в двухкомнатной квартире в одной из комнат. То есть рядом родители живут? Да, проходные комнаты. Они просто закрыли там одеялом. А труп сына лежит в соседней комнате? Труп сына, да. Мама сходит с ума, да, уже у нее там. Я говорю, все, а я же не могу на них лечь и лежать, чтобы они там нет. Они говорят, мы будем хоронить. Я говорю, все, хороним. Все, похоронили, прилетает вертолет. И мне вот этот следователь говорит, ты что? Ну как так-то? Ты будешь выкапывать, мне говорит, проводить эксгумацию? Ну, я недолго думаю, собрался, я говорю, и вон вертолет пока тоже так же ты. Ну уже там... Не ляжешь. Да, в открытой такой, в грубой форме. Он говорит, буду писать о соответствии тебе занимаемой должности. Я говорю, ради бога, все. Эксгумацию, говорю, я тебе тоже не дам сделать. Я говорю, и, а там же нужно родители, чтобы там дали свои согласия. Я говорю, только попробуйте прям при них. Скажите, что вы там согласны. Я говорю, вы так же выроете сейчас все это, и выбросите, и увидите. Тебе что там надо, галочку поставить в протоколе. И все. Ну, потом правда. Ну, а свидетельства смерти-то нет. Что хочу, я там говорю, хоть я буду прыгать, хоть я буду там там совать, уговаривать этого следователя. Нет, и все, никто не даст. Ну, мы добивались через суд. В 2017-м инициативная группа жителей Таймыра обратилась к Владимиру Путину. Бывший депутат городского совета Дудинки Стелла Кох, одна из тех, кто вынес тогда историю с лежащими трупами на федеральный уровень. И ситуация сдвинулась. Красноярский край закупил и отправил в каждый поселок Таймыра мобильные морги. Но прошло уже 4 года, а многие из них все так же красиво стоят без работы. Все уперлось в бюрократию. Закупили эти мобильные морги, завезли в большинство поселков Таймурского района. Но я, как понимаю, на сегодняшний день опять вопрос. То есть это вроде как отнесено к полномочия медицины. Краевой. Краевой, да. Это же краевые, бюджетные у нас сейчас учреждения. Медицина у нас вся краевая, бюджетная. Соответственно, кому ставить на баланс эти передвижные морги? Кому их ставить? Опять же, что такое морги? То есть это вскрытие тел. То есть утилизация отходов. Куда, если в поселках нет ни канализации, ни водопровода? Ну понятно, там, наверное, какая-то автономная система водоснабжения. Но опять же, утилизация этих отходов. Но много-много еще нюансов. Ну даже банально подключили к свету, грубо говоря. Кто должен оплачивать этот свет, электроэнергию, чтобы этот круглогодично работал этот морг? В Устяваме морг тоже есть, но он не работает. Например, в конце марта в поселке умер Максим Порпин. Напился, остановилось сердце. Отца Максима, дядю Колю, разбил паралич. После смерти сына он пьет. Дядя Коля, Николай. А сын Максим у вас был? Николай Самурович. Да-да. Сын Максим у вас был, да? Да-да. У него, у дяди Коли. Две недели тело Порпина пролежало в сарае на морозе. За это время его трижды размораживали. Готовили к возможному приезду патологоанатом. Во время каждой разморозки тело в течение суток находилось в квартире. В одной комнате с отцом и несовершеннолетним сыном Максима. А судмедэксперт все не ехал. То дела, то погоды нет. А еще я случайно обнаружил одну большую странность, связанную с работой патологоанатома. Незадолго до Максима Порбина в Усть-Аваме скончался Толик Попов по прозвищу Тумба. На его теле были обнаружены синяки. Но судмедэксперт посчитал, что причина смерти остановка сердца от алкоголя. Хотя тот же Ваня Турдагин ранее рассказал нам, что Тумбу убили. Толик завали, а клипчика была Тумба. А за что его забили? Вообще не знаю. Пьяни, как обычно, по пьяни. Его похоронили? Не знаю, слово за слово. Вот не бам, резко вот так вот. И уже начинают добивать его так в землю. Патологоанатом Роман Михайлов единственный на весь Таймыр. Он живет и работает в Норильске. А в Дудинку и в отдаленные поселки полуострова приезжает на полставки. А еще у жителей Таймыра иногда вызывают вопросы качества его работы. 1 числа, 1 апреля у нас на Хантайске разбился человек упал со скалы. Молодой парень 33 года, у которого двое детей и жена, да? Разбился он. Полез и оступилась нога у него, слетелась с камня. Разбился, сломал шею. Все, умер. Сегодня какое число? 14-е. Полетел туда судмедэксперт. 14-го числа! Сегодня судмедэксперт прилетел, скрыл, собрал свой чемодан и уехал. И ничего не зашил. А такое тоже бывает? Ну вот сегодня было такое. Завтра будут хоронить. А почему? Ему что, сложно было зашить? Быстро времени нет у него. А время на что ему нужно? Ну, ему уже надо вертолет, дудинку попасть ему, а вдруг он останется. А вертолет его ждать не будет? Ну, так-то запланирована должна быть стоянка. Мне сегодня позвонили, говорит, представляешь, что делать, как быть? Я говорю, в смысле, что такое? Вскрыли? Вот это все, вскрыли. И все, и улетели. Я говорю, в смысле, как вскрыли-то? А я говорю, ну, надо было его взять за хобот, и это сюда-то. Она говорит, нет, он все собрал свой чемодан, помыл руки и все, сел, до свидания. Проблемы с труппами, моргами, судмедэкспертами, постоянной нехваткой продуктов в поселках и многое другое, это результат потери таймыром своего статуса автономного округа. Так здесь считают не только в инициативной группе. После присоединения к Красноярскому краю 16 лет назад исчезла оперативность в решении многих вопросов. До администрации региона слишком долго доходят просьбы с полуострова. И дело не только из-за расстояния в 2000 километров. Вообще, как будто бы никому никто, никто ничего не должен, и вообще никто ничего не должен, и никто никому не нужен. То ли это мы в составе Красноярского края, но это однозначно, да, вот это вот, да, где Красноярске, где Хантайское озеро, да. Потому что даже многие чиновники, например, с администрации Красноярского края звонят и говорят, сядьте на автобус, я вас жду через 2 часа. Да? То есть у вас такое было? Да. Когда вам звонили из Красноярского края чиновники, говорили, через 2 часа ждем. А что вы, у вас какие проблемы? Ну, сядьте на автобусе или что там. Я говорю, ну, хорошо, если я сяду сейчас, говорю, на оленей, да, и не знаю, когда я буду. Ну, вот эти казусы. Хотя это люди, мы же находимся в составе Красноярского края, да, и они должны знать, ну, хотя бы географию, да. Ну, мы откатились на много-много позиций назад. То есть у нас вместе со статусом субъекта, у нас забрали органы государственной власти, у нас постепенно все съехали в Норильск, в Норильск, либо там в Красноярск, да, то есть все это сейчас проблематично. То есть какие-то государственные услуги, это либо нам предлагают МФЦ, либо через интернет, качество интернета, вы, наверное... Даже в Дудинке, качество интернета ужасное. Стелла Кох с коллегами трижды пытались получить согласие на проведение референдума, чтобы Таймырский район снова стал отдельным субъектом России и не зависел от Красноярского края. Собирали подписи жителей района, но каждый раз под разными предлогами получали отказ. А потом на троих членов группы возбудили уголовные дела по разным статьям УК, в том числе и на Стеллу. Когда она была наблюдателем на местных выборах в 2018-м, сотрудник полиции порвал ей связки на руке, выводя из избирательного участка. Это видео того самого момента. Он меня дернул за руку, а этот товарищ у нас почти 8 лет охранял, ну, в отделе ИВС, изолятор временного содержания людей. То есть он знает все эти, скажем, приемы. Силовые приемы. Силовые приемы, да. То есть он меня ухватил за руку ровно так, что вот просто, ну, практически на фоне потери сознания. То есть настолько острая боль была. Диагноз о разрыве связок позже поставили врачи в Норильске после проведенной МРТ. В Дудинке МРТ нет. Теперь уже полтора года Стелла ждет операции. Из-за ковида ее часто переносили. Рука постоянно болит и перевязана. Кох подала заявление на полицейского, но в итоге именно на нее возбудили дело о нападении на стража порядка. А заявление Стеллы на сержанта полиции осталось без внимания. Главный козырь следствия это заключение того самого судмедэксперта Романа Михайлова. Он, посмотрев камеры наблюдения с участка, написал, что, судя по видео, полицейский причинил женщине легкий вред здоровью. А вот связки порвать точно никак не мог. Позиция по выходу Таймырского района из состава Красноярского края поставила точку на политической карьере Стеллы. Ее больше не допускают до выборов в местный совет депутатов. Кандидатуру Кох раз за разом снимают за два дня до голосования. Не случилось улучшения. Мы говорим, ну, ребята, ну, давайте признаем ошибку, что не случилось. Ну, давайте вернем, как все было. Мы же не говорим, мы ни в коем случае не хотим там каких-то революций, да, или каких-то там бунтарских настроений. Ну, давайте отмотаем до исходных, как говорят, на телефоне, да, до заводских настроек. Сброс до заводских настроек сейчас не выгоден ни одному крупному игроку. Красноярск не хочет терять такой кусок, потому что освоение запасов Таймыра это дополнительные десятки миллиардов рублей в бюджет региона. Норникель неплохо экономит на нынешней ситуации. Раньше компания приходилась активно делиться деньгами еще и с бюджетом Таймырского автономного округа. Выполнять кучу социальных обязательств. Школы, бассейны, дороги, мосты. После объединения с краем Норникель умыл руки. Так зачем снова переплачивать? В 2005-м бывший губернатор Красноярского края Александр Хлопонин объяснял, зачем Таймыру нужно объединение. Обещал рост социальных стандартов, лучшую жизнь. Красиво сравнил полуостров со студентом, который владеет гектаром земли в центре Москвы, но получает и живет на стипендию в 500 рублей. Только по факту похоже, что у студента в итоге отобрали этот гектар тоже. Роснефть теперь самый главный бенефициар от освоения богатств полуострова. Год назад Игорь Сечин подарил президенту нефть добытую на Таймыре. Первую нефть добытую на 31-й скважине западно-неджинского месторождения с потрясающими характеристиками. Содержание серы 0,02%. Это премиальная нефть. Одна из лучших в мире. В лучших в мире. В ближносточных. Лучше даже в мире. Конечно, лучше. Конечно, лучше. Наши. Дочка компании «Восток Оил» будет разрабатывать западно-иркинский участок, ванкорский кластер и паяху. Общий потенциал месторождения 5 миллиардов тонн лучшей в мире нефти Arctic Light. Она продается на 10% дороже эталонного сорта марки «Бренд». По нынешним ценам это минимум 2,5 триллиона долларов. А ведь есть еще никель, газ, медь, кобальт, золото, антрацит. Но что получит взамен Таймыр? Правительство обязало Роснефть вложить 10 триллионов рублей. Половина – это стоимость бурения. Оставшаяся часть – железные дороги, порт, электричество, обустройство месторождений. Ну и еще обещают 100 тысяч рабочих мест. Впрочем, на Таймыре проживают всего 30 тысяч человек, и только 12 тысяч из них относятся к коренным народу. Здесь мало кто верит, что все эти триллионы, рабочие места и обещания больших чиновников о лучшей жизни в итоге коснутся простых людей. Здесь хорошо знают, как на самом деле поступают крупные корпорации. Купайся в ванной, да? Ванной. В водой, да? Ты будешь помыться, да? Да. И на тебя текет нефть, грязная. Не будешь мыться в ней? Нет, конечно, нет. Вот так же и рыба. Она плавает, нефть заходит на речку, и она просто уплывает на Карское море, вот там плавает. Офигеть. И мы останавливаемся голодной, получается, вещь. Она же не оседает. А как вы? Да жаль! А олень даже не пошел сюда. Любой разговор в Усть-Аваме рано или поздно сводится к крупной экологической катастрофе. В мае прошлого года 21 тысяча тонн соляры вылилось из проржавевшего резервуара, принадлежащего норникелю. В реке Пясино из-за этого исчезла рыба. Не дошла вверх на нерест из Карского моря. А именно тут тунганасан и рыбачат все лето маленькими артелями. Мы вот здесь, в поселке мы живем, в Волчанку, Устинаме. Мы не живем. Мы выживаем. Я жива. Мы выживаем. Норникель же, потому что воду отравил, они же деньги потом вроде выплатили. Компенсация 250 тысяч. Мало же? Это компенсация. Полгода назад Усть-Авам засобирался в Норильск. Там, в офисе Норникеля, членам рыбацких общин пообещали выплатить компенсацию. 250 тысяч рублей взамен на подпись в договоре. На вопрос, почему заплатят только артельщикам, а не всем жителям поселка, детям, старикам, женщинам, которые тоже лишились рыбы, в Норникеле ответа не давали. Вот этот договор. Те, кто его подписал, конечно, не обратил внимания на пункты 4 и 5. А они означают, что 250 тысяч это все, что заплатит огромная корпорация за отравленную воду. И в дальнейшем отсудить у нее что-то большее уже будет невозможно. Помимо компенсации артельщикам, Норникель выплатил 145 миллиардов рублей штрафа в федеральный бюджет и 684 миллиона в бюджет Красноярского края. Но в Усть-Абаме считают, что эти деньги до них не дойдут. Если вы берете с наших недр, ну дайте нам тоже что-то. Мы жить должны. Даже если вы уйдете, мы должны жить. А вот вы уйдете, пустое место будет, вы нас просто кинете, получается. Мы будем в пустом месте. И поэтому законодательство менять надо. А они как меняют федеральный закон? Вот выгодно им с Норникеля 140 миллиардов рублей забрать. Они тут же законодательство меняют. Буквально вот за неделю, наверное, уже поменяли закон. И все, деньги у федералов. Почему? Потому что недра принадлежат государству. Ни народу нашему. Никому. И вообще ни народу российскому. Государство получило эти деньги за то, что экология была нарушена. А мы ведь там живем. Охота и рыбалка два промысла, за счет которых живут в поселке. Ценные промысловые породы лосося, чир, сик, муксун, галец, нельму, откладывают на продажу. К осени артели сдают улов в магазин. Выручают за сезон до миллиона рублей на каждого. Но деньги для этих суровых мест бумага. Почти вся выручка уходит на обмен. Запчасти, продукты и бензин, стоимость которого здесь 80-85 рублей за литр 92-го. Бензин это жизнь, это топливо для моторных лодок, для снегоходов, чтобы пережить суровую зиму и добыть оленя. А затем снова обменять его мясо на продукты и бензин. Кто не поймал рыбу, не добыл оленя, живет весь год в долг на тушенке и без хлеба. Но рыба в реках из-за разлива солярки исчезла, а олень уже несколько лет как ушел в чужие края. Это не элемент наряда шамана для камлания или не БДСМ маска, хотя, почему бы и нет. Это солнце и ветрозащитные очки Нганасан, одного из северных местных народов. И вот такие очки Нганасаны придумали еще очень давно, лет 300, даже 400 назад. Ну, почему? Потому что, когда, например, вы уходите в тундру аргишить, то есть кочевать, то ваши глаза очень сильно страдают или от солнца от бликов, действительно это так, или от ветра в пургу, в метель, да, и давайте попробую я их надеть. Здесь вот такая вот вот такой вот элемент для и фиксации, и регулировки, скажем так. Многие скажут, видно что-нибудь вот через эти прорези. На самом деле видно, потому что зрение фокусируется очень хорошо, да, и вот видите, вот здесь посередине и вот сами эти прорези это гагара. Сами инганасаны считают, что они произошли от гагара. Такие очки делались из рога оленя. Раньше они были аксессуаром у каждого охотника. В древности инганасаны устраивали засаду на пути миграции дикого оленя. Они прятались за такими вот снежными щитами, стреляли из луков и загоняли в ловушки сетями. А чтобы удобнее было догонять по снегу животных, обувь у инганасан была округлая, широкая, с плоской подошвой. Сейчас есть снегоходы и ружья. Национальные костюмы здесь никто не носит. А вот побегать за оленем приходится, как и в старину. Если еще шесть лет назад олень проходил практически через усть Авам, то теперь за ним приходится ехать в тундру за 150-200 километров, ближе к Хаттанге. Животные поменяли пути миграции. Местные считают, что это связано с работой нефтяных компаний и геологоразведкой. Я наезжал к геологам, спрашивал, там нашли газ большое месторождение, потом что-то еще там нашли, ну нефть вроде бы. Сейчас стоит отсюда километров где-то может 120, может 100 километров даже. Тоже геологовская база и прямо на тропе оленей. Это вот смотрите, для них кажется это ничего, да? Они встали, там он, ну там он прошел от них может в километре туда. А здесь-то он проходит уже не за километр, а за 30, там 60, 100 километров проходит. То есть они встали вот там, где изначально его тропа, где он идет на Усть-Аван, Усть-Аван-Волочанка, да? То есть они поставили там базу. И уже они сами этого, может быть, даже не ожидая, а повлияли на миграцию этого оленя. Алексей, его имя изменено, записывать интервью открыто отказался, не доверяя журналистам после выхода материала новой газеты. В Усть-Аваме часто можно услышать истории про замерзших в черную пургу охотников, заехавших далеко в тундру в поисках оленей. Черная пурга это когда ничего не видно уже в метре от тебя. У людей ломаются снегоходы, а починить их они не всегда успевают. Мы минус 70 ездили. Ну и ездили. Минус 70 градусов вы ездите в тундру. Сколько человек уже умеет? Конечно, охотники. Много? Они толпой ездили. Папа, по-моему, он не раз ломался, когда он ехал, когда бывает так, белого такое. Земля такая белая и небо белое. И ты не можешь понимать зрение, короче, белый зайчик, белый зайчик. Ты когда спать хочешь, еще спать едешь, такой вот так вот белый зайчик ловишь, короче, зрение, короче, начинает, а мозги ебать. Помимо белого зайчика в тундре можно повстречать Барусю. Это местная баба-яга для Нганасан. Она является охотником в обличии голой женщины или старухи с фонарем и забирает навсегда. У человека, короче, сильно спать хочет, его ловит. Потому что ты, когда едешь в темноте, ты сам себе постоянно говоришь, типа, как будто за мной кто-то гонится, 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 вот так постоянно. То есть человек сам останавливается? Человек, короче, пораньше, она, говорит, она со сфарой стоит, голая женщина. Со сфарой стоит, вот так. У фара здесь висит, ну, старые, сферовские фары. Поднял со мной, говорит, я тебе дорогу покажу. И он за ней, короче, веет, и она, короче, уходит там, куда-то в тундру, и он за ней веет, веет, и в итоге так, заезжает, вот так. Ну, пробарусь, ебать, вообще страшно, говорит. Жители Усть-Авама приписывают друг друга к промысловым точкам, чтобы получать от государства так называемые кочевые, пособия для людей, ведущих традиционный образ жизни. Сейчас это почти 7 тысяч рублей. По местным меркам 80 литров бензина, одна поездка в тундру на охоту. Эх, моего маленького нет, еще одного пса. В тундре остался. Как так остался? Ну, он у меня бывает на месте, сосанется, сам живет там, охраняет. Там точки есть? Да. А от кого охранять? Ну, вот, живем, залазим, тросомахи, полок прям могут залезть. На кочевые не проживешь. Впрочем, и сейчас охота на оленей дает возможность только свести концы с концами, если жить по установленным государствам лимитом. Не так давно охотнику с охотничьим билетом разрешалось убить только 8 оленей в год. Члены семьи охотника при этом не учитывались. По местным расценкам, 8 оленей в среднем 130-150 тысяч рублей. Это еле-еле 2000 литров бензина. Хотя на год каждому охотнику одного лишь топлива на сезон нужно в два раза больше. Чиновники сами вынуждали коренные народы нарушать законы, браконьерствовать, чтобы совсем уж не нищенствовать. Нас задерживают, нас арестовывают, полиции задерживают, привозят мясо, арестовывают охотников, рыбаков, недовитым нормально рыбачить. Можно так, со стола забирают просто рыбу. Можно даже прийти домой и проверить. Там просто зайдет Росгвардии кто-то еще, проверить там холодильник, проверить там склады, что там лежит. Если там рыбка лежит, там 2-3 штуки, 5, забирают, говорят, что ты нарушил. Вот такие варварские способы просто настраивают население против государства. Геннадий Щукин в 90-х возглавлял Усть-Авам. О нем в поселке до сих пор говорят с большим уважением. В 2014-м на Геннадия возбудили уголовное дело за соучастие в подстрекательстве к незаконной охоте. Да, есть и такая статья. Щукин убедил местных, что им можно жить по законам тундры. То есть добыть по 8 оленей не на каждого охотника, а на каждого жителя Усть-Авама, включая стариков и детей. Посмотрите, раньше господинхоз Таймырский опять же по заявкам того же государства и всех предприятий добывали сезон 100 тысяч. Да, 100 тысяч за сезон. За сезон 100 тысяч оленей. Да, за сезон. Это получается в августе начинается охот. Август, сентябрь, октябрь. Все. За три месяца. Так он кормил весь год. Весь поселок. Начиная от детей до стариков. Обеспечивали полностью все. А сейчас вот два поселка настреляли где-то примерно две тысячи голов местные жители. Так на них всю полицию натравили. Задерживают каждый раз каждую машину, а предприниматели спокойно ездят. Спустя пять лет судебных мытарств Щукин дошел до Конституционного суда и отстоял право коренных народов Таймыра нарушать установленный регламент охоты. Хотя и признается, что даже разрешенных восемь оленей на каждого жителя сейчас хватает, чтобы едва свести концы с концами. Охотники и рыбаки сдают мясо оленя, шкуры, рыбу в единственный в Усть-Аваме магазин. Там это все принимает известный на Таймыре коммерсант Саламатов. Взамен им дают продукты. Но чтобы уйти на охоту или рыбалку на несколько месяцев артели набирают в долг еду, чай, кофе, крупы, патроны, одежду, бензин. За это в итоге придется расплатиться всем, что добыл. Вот и получается, что, как и много лет назад, местные охотники в постоянном долгу перед купцами. Этот порочный круг удалось разорвать ненадолго, во времена СССР. В Усть-Аваме вспоминает, что при Советском Союзе каждому охотнику выдавали карабин, дробовик и малокалиберное ружье для охоты на куропаток. Государство принимало песца, рыбу, мясо, оленя. Взамен строились дома. По первому требованию приезжали вертолеты с топливом, патронами, стройматериалами. В местных магазинах не переводились овощи и фрукты. И сколько лет с коренными не могут никак разобраться. Что с ними делать? И получается, и убить нельзя, и жить с нами нельзя. А выгоду-то получать-то получают сейчас. Это вообще бардак настоящий. Как они будут там в артистском зоне жить, когда у них все забирается? Вот все забирается. И золото, и нефть, и газ, и все. А при этом каждый поселок нещает. Просто умирает, вот на глазах умирает. Несмотря на тяжелую жизнь, в Усть-Аваме есть и свои истории успеха. Ваня Турдагин представитель местной золотой молодежи. Его родители, как здесь говорят, двигаются. Работают с местным коммерсантом Саламатовым. Мама – директор поселкового магазина. Папа тоже поднялся. А, кстати, рассказывай, у нас ребенок бивень нашел прямо на озере. Бивень нашел на озере? А часто вообще бивни находят маму здесь? Конечно, часто. Да, а что это здесь? Или вот, допустим, сейчас, смотри, Когда мой папа, короче, когда, раньше это было, когда маленький был, раньше, да, сложно здесь вообще, вообще прям, вообще выживали. Реально выживали. Когда папе нужны были деньги, вот что он сделал? Просто уехал в Тундру, в Тундру уехал, земля, вода, вода упала, да, вода упала, да, когда вода падает, там же обычно всякие коряги там, бивни все это выезжают. Они поехали на озеро Ипясино, там папа нашел большие бивни, продал саламаты, деньги здесь взял. Бивень мамонта – это мечта для каждого жителя поселка. За килограмм местные предприниматели дают от 50 до 80 тысяч рублей. Вес бивня в среднем 60-70 килограммов. Одна такая находка и 5 миллионов рублей в кармане. Но найти бивень – редкая удача. И те, кто хочет подняться, делают это обычным для здешних мест, но далеко незаконным способом. ебать, вообще был так бедный, без нихуя вообще. Турцер с тюрьмы вышел, пришел он такой, дышь, с лака с чемами, поехали в Тундру, дышь, вообще быстро себе настрелял нахуй, на старой ямаке, она ебать, еле пашки едет, как старуха, вот так вот, и он на ней настрелял, представляете? Настрелял уже. И еще поднялся? Сейчас он новый пятерки на рыбалку, гараж себе там купил в Дудикино. Мы специально скрываем имена жителей Усть-Авам, о которых упоминает Ваня, потому что поднялись они браконьерствуя, а это уголовная статья. Но у местных своя логика. Лимиты на охоту и рыбалку, которые установили чиновники, позволяют еле-еле сводить концы с концами и жить в постоянных долгах. На 7 тысяч ежемесячных дотаций от государства долго не протянешь, когда цены на продукты в поселке выше московских. Поэтому тот, кто хочет жить по-человечески, вынужден нарушать закон. Такая Россия в миниатюре. Скажите, а вот эта вот ситуация с 8 головами на одного охотника, а этого вообще хватает? Нет, не хватает. Но страх того, что большое количество местного населения, 11-12 тысяч, и умножить на 8, уже 88 тысяч получается, это у них математика такая, то все животные будут уничтожены. Хотя сколько лет местные живут, вот сколько лет, столько лет и бегает животное. Мы наоборот берем. Мы не стреляем весной, мы не стреляем летом, когда беременная челка идет. А вот браконьеров мы даже поймали в 2005 году, мы поймали целую бригаду нарельчан. Они настреляли 3 тысячи голов, незакон, да, нарельчан. И мы на видео даже сняли. И все, уголовное дело не возбудили. Почему у меня дом такой хороший? Потому что папа у меня работает, хорошо работает. А почему папа у меня работает? Потому что он захотел. Я говорю, в этой жизни надо просто захотеть и ты уже на ногах стоишь. Как говорится, если захотеть, можно в космос улететь. Вот так вот. То есть Усть-Обаме многие не хотят на самом деле? Конечно не хотят. А тетя и сама судьба у меня. Если спросить у любого молодого жителя Усть-Обама, что сделаешь с большими деньгами, список будет примерно один. Снегоход Ямаха пятерка за полтора ляма, еще построить дом и купить гараж в Дудинке, чтобы хранить там снегоход, когда будешь приезжать в город за покупками. Но я еще ни от кого не слышал разговоров о том, чтобы уехать из поселка и начать новую жизнь за его пределами. Мганасаны очень плохо приспосабливаются к жизни на материке. Сами они объясняют это очередной суеверной байкой. Мол, давным-давно шаманы заговорили Усть-Обам. И любого, кто соберется отсюда уехать, убьет медведь. Он этот, дядя Вася, 4 года назад вроде был, тоже говорил, типа, он хоть старый, он тоже с шаманской, там семейной хуйня была. И он говорит, типа, все, бросаю его из тела, выезжай куда-то. В Москву или куда он собрался ехать, деньги накопил. Все. Собрался ехать, Медзей прям к нему домой пришел, нахуй, убил его. Прямо из тела, нахуй. А у его дома, вон там, с края. Медзей пришел, просто, дядя Вася спал, лапой его. В день нашего отъезда из Усть-Авама медведь к нам не пришел. Зато пришел дядя Миша, муж директора местного дома культуры. У дяди Миши было похмелье, он предложил купить оленину. Давайте вы к детскому садику принесете где-то через час. Ровно через час. Сейчас сколько времени? Давай сейчас посмотрим. Попросили 4 килограмма, чтобы увезти в Москву, но дядя Миша сразу удивил. Ого. Я жалопринченный. Это же половина туши. Больше половины туши? Да, половина вот так надо. Килограмм 160 стоит. Килограмм 160? Это здесь у вас стоит? Да. Тут килограмм минимум 20. При советской власти, когда советская власть была, все точно так же пили в поселках? Нет, пить-то они так сильно не пили. В 90-е годы, в 90-е годы такого не было, чтобы сейчас пили. Так сейчас? Раньше меньше пили? Раньше меньше пили. Пили, но работали все. Дядя Миша обещает принести бензопилу и разрезать оленя. Соглашаемся и отдаем деньги вперед. Проходит полтора часа, а бензопилы все нет. Скоро вертолета, без оленина улетать не хочется. В итоге находим топор. Рубить промерзшую тушу приходится в предбаннике детского сада. Сделаешь себе супец, Никита. За полчаса нарубил только две олени ноги и шею. До вертолета остается час, когда появляется дядя Миша с ручной пилой. Вместе с ним на тушу слетелись наши старые знакомые. Дядя Ваня Кинг-Конг и Олег Порбин. Втроем они распиливают оленя за 15 минут. 20 килограммов нам все равно не увезти. Большую часть отдаем Олегу Порбину и дяде Ване Кинг-Конгу. А еще приезжим учителям, которые живут в старом детском саду, то есть в гостинице. К 16 часам над поселком захлопали лопасти вертолета. Это значит, что пора идти к вертолетной площадке. До посадки есть еще минут 15-20. Мы увозим из Усть-Авама не только оленя, но и прозвища Белый, Бобик и Баксбани. Их нам дали местные. В вертолете вместе с нами летят еще 18 пассажиров. Среди них Светлана Намбовна, директор Дома культуры Усть-Авама. Она летит в Дудинку, чтобы отчитаться там о проведенном концерте. Накануне в поселок приезжали жители соседнего села Волочанка. Ансамбли «Звездочет» и «Чергет» развлекали местных гостей несколько часов. Отчет с телефонами фото с концерта в Дудинке подошьют в красивую папочку, а потом отправят за 2000 километров в профильное ведомство в администрацию Красноярского края. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok «Ну я завтра умрую». «Вы лучше, чем негры живете?» «Конечно! Вот я смотрю пять лет, там Андрей Макаров». «Он не в моей фотографии есть». «А ладно, вот там вот так живут». «Бедные негры, да?» «Ага. Трущобы, трущобы». «Ну мы когда смотрим телевизор, да». «А у вас здесь лучше, правда?» «Конечно лучше!» «Ну я спешу!» «Конечно лучше!» «Ну, я слов Cly rooted, как я здесь лекс её миру с manage